во время беременности можно узнать что ребенок будешь им может оказаться спектра аутизма такого можно есть стандартные проверки которые делаются во время беременности они помогают определить если какие-то известные проблемы в развитии плода но я не слышал чтобы как какие-либо проверки могли указывать на то что у ребенка есть вероятность каких-то травм которые приведут к аутистическим проблемам нет мне такого неизвестна Ази тамащакши-лармаз Давид бэй Сөйлер ки хамиләлик дёвриндя хусуси стандарт Олан юхламалар варки бутин хамиләк ханымлар о стандарт юхламалардан Кечиллэр ва хечбир юхлама мэн беле анладим ки гэлэцэкдэ доулацак ушагин аутизм олуб олуб олмайчағы иллэ бағли бир рэй вера билмир Амма эсасэн доущ заманы аллан о травмалар ки бар о травмалардан Аэллэ бутин хамил 했어 Такие травмы ва време беременности могут привести к аутизму? очень много видов воздействия могут привести к таким особенностям это прежде всего это вирусные поражения во время беременности это гипоксия когда не хватает кислорода плодом и поэтому не мог не может произойти нормальное развитие причина опять-таки действительно очень много но все они приводят приблизительно похожим уже последствиям когда ребенок рождается то есть в результате травм происходит как гибель например клеток головного мозга опять-таки причина могут быть разные и соответственно проявления они уже очень похожи могут быть различные родовые травмы особенно во время кесарево сечения когда надламывается от шеи там может быть вытаскивают когда там происходит надлом шеи очень микротравмы возникают и это уже во время родов бывает там двойной тройной обвите пуповиной когда обычно 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 всегда вот если есть обвите пуповиной то возникает гипоксия ребенок рождается таким синим вот собственно наша младшая дочь вот именно так родилась вода она заговорила в возрасте в результате после того как и сэфа нашла способ лечения в возрасте пяти с половиной лет она заговорила и вот собственно с этого с необходимости помощи собственным детям и началась наша вот действенность в этом направлении что мы как мы уже говорили мы не планировали этим заниматься но жизнь так вынудила что и у сына и у дочери вот были такие проблемы и они заговорили в возрасте пяти с половиной лет и поэтому мы сейчас все нормально все замечательно об этом даже были репортажи на них на каналах дочка сын которого хотели отправить например в спецобразование не хотели в первый класс принимать он закончил первый класс как лучший ученик школы у нас нас на канале есть видеозапись его награждение как лучшего ученика и дочка сейчас он заканчивает школу уже имеет диплом техника по компьютерам дочка который заговорил в пять с половиной лет проработав год в садике значит она сама уже поступила с блеском с педагогический колледж и учится сейчас на учитель младший класс алла дым бердовит меркезе на ушах иншафт меркезе на баке дача к мишей в и оси фахармада салом на юзи фахарман бир и беля дим к сабир сюжет и вады герну сюжет и издей астама шашлыр мазь здравствуйте дорогие родители хочу вам сказать вот что если вы заметили что у ребенка есть отставание в развитии то не ждите пока вам поставят официальный диагноз или пока вы убедитесь что нет лечения или пока вы не убедитесь что уже ребенок вырос вообще ничего нельзя сделать вот как вы заметили что есть отставание в развитии обращайтесь потому что чем младше ребенок тем больше шансов к тому что мы сможем вывести его в полную норму и что ребенок просто пойдет в обычную школу